здравствуйте дорогие друзья у нас чудесная погода весна солнышко и мы задумываемся о том чтобы уже покупать новые теплицы в наши сады или как-то модернизировать старые свои парники и мы обратились к василию он специалист по установке теплиц волна в нижнем новгороде работают они уже больше 10 лет и очень хорошо знают все вопросы которые касаются и установки поликарбоната и его качество вот мы сейчас попробуем свой диалог построить вот исходя из ответов на эти вопросы первое с чего я хочу начать толщина поликарбоната все вот спрашивают достаточно ли той толщины которую большинство производителей предлагает это 4 миллиметра вот я знаю что многие хотят там более прочный более толстый поликарбонат да действительно такой поликарбонат существует потому что производители делают сотовый поликарбонат с шагом в два миллиметра то есть начинается 4 6 8 10 и так далее до 32 миллиметров толщина и толщина именно со самого поликарбонатного листа значит для того чтобы покрыть обычную теплицу для сада дачи огорода достаточно 4 миллиметров то есть это как бы и по расчетам специалистов и по теплоотдачи и по рентабельности по затратам то есть как бы когда стоимости теплицы либо 4 миллиметровый либо там выше то есть это разница в цене огромная сразу возникает вот вы даже приводили пример что лист поликарбоната 4 миллиметра стоит там определенную сумму а вот уже 6 миллиметров толщиной чуть не в два раза дано на порядок конечно уже дороже то есть и удорожание самой теплицы где-то процентов на 40 сразу происходит если как бы вот всего два миллиметра 4 или 6 а смысла нет потому что более толстые панели сотового поликарбоната они уже идут на большие теплицы то есть вот 3 на 6 самый популярный размер то есть там 4 миллиметра поликарбонат это абсолютно достаточно если теплица шире вот у нас есть модели теплиц фермерские у них там ширина 4 метра 5 метров ширина там вот можно стать и шестерку и восьмерку ну то есть и 10 даже миллиметров можно зависимости от того что человек хочет получить там продлить срок службы выращивания то есть а для того чтобы эксплуатировать вот обычную теплицу для сада дачи 4 оптимально пояснить мы были тут на днях в городе павлова и там снимали сюжет о биовегетарии то есть это теплица круглогодичного выращивания и там имеет смысл ставить то конечно карбонат чтобы тепло держал и дом зимнее время 8 10 12 миллиметров у меня в этой теплице это вот как раз меня теплица волна если в этой теплице я снимаю свои последние помидорки в октябре месяце то вот она прекрасно держит конечно же уже в октябре потому что да 4 миллиметра у меня вот эти вот перепады оптимально потому что здесь определенная кубатура воздуха то есть и он прогревается его достаточно чтобы содержать растение вот в этом микроклимате то есть подходящим до октября то есть на улице даже по ночам уже могут быть заморозки а за счет своей структуры сотовой да как бы там же воздушная прослойка получается поэтому воздух внутри теплица он все равно теплый всегда остается всегда плюсовая температура поэтому и срок как бы созревания плодов вот он как бы продлевается и до октября включительно так вот у меня еще такой вопрос по поводу жесткости тоже вот говорят ой этот поликарбонат вот в рулонах его везут какая же там может быть прочностью этого поликарбоната им покроешь теплицу и он сложится то есть вот миф именно что сам поликарбонат не выдерживает какой-то снеговой нагрузки да а ведь это не от этого зависит от конструкции теплицы правда всю жесткость снеговых ветровых нагрузок держит сам каркас то есть вот металлокаркас чтобы цельная дуга была толщина профиля ну и как бы расстояние между до сами самим вот этими арками это как будто конструктивная несущая способность это самого каркаса поликарбонат укрывной материал он температуру дело держит если поликарбонат жесткий вот и люди хотят как бы пожестче думать что он попрочнее будет но это маленько такое несколько заблуждение потому что если поликарбонат жесткий это скорее всего производитель много вторички добавил вторсырья и поэтому жесткий становится а сам поликарбонат он по своей структуре должен быть такой мягкий эластичный он должен быть как бы если даже не да он он вот вот кстати такой момент такой вот дырочки говорят поликарбонате покрыли а он весь в дырках это птицы что-ли проковыряли а это градом пробил град да вот этот как раз таки жесткий поликарбонат где много до было добавлено на производстве вторички но как правило он и дешевле этот лист и люди думают подешевле можно взять оказывается потом это боком выйдет потому что град он этот жесткий поликарбонат может пробить то есть отсюда пружине а здесь он как адаун он он просто он мягкий он отскакивает от него град так вот еще значит миф о том что это поликарбонат не держит снеговые нагрузки дорогие друзья вот если вы свою непрочную какую-то самодельную теплицу укроете просто пленкой и оставите ее не сняв на зиму у вас сложится эта теплица просто потому что у вас конструкция не рассчитана на эти снеговые нагрузки вот яркий пример у нас соседи через дорогу купили в садах купили хорошую пленку которую можно не снимать на зиму укрыли такие довольные да теперь мы каждую весну не будем пленку то и дело снимать накрывать вот и у нас у них она сложилась в первую же зиму от того что просто это была самодельная теплица и которая не рассчитана вот на эти все нагрузки да то есть самодельные теплицы тоже люди хотят сэкономить построить самостоятельно потому что вроде как легко и и можно сделать самому но во первых это как правило дороже получается потому что все материалы будут закупаться где-то по розничным ценам доставки может быть у них выйдет и дешевле может и дешевле они затратят труд они свою теплицу покроет поликарбонатом а потом у них она сложится и обязательно тогда надо учитывать нагрузки то есть вот как кровельщики ведут когда кровельная работа они учитывают все вот эти снеговые нагрузки для средней полосы как будто в зимний период здесь тоже как бы с инженерной точки да да обязательно это тоже просчитывать надо какая беда то получается они затратили денежки на этот поликарбонат он у них сложился он у них поломался помялся его второй раз уже так красивенько и хорошо не положишь да из получается выбор сам поликарбонат обязательно тоже надо обращать внимание как какой он по структуре по своей есть несколько основополагающих критериев на что стоит обратить внимание это во первых пленка защитная пленка должна быть на листе обязательно транспортировочная качественного качественного поликарбоната да потому что есть производитель который очень сильно бюджетные версии делают он даже с отсутствием вот этой защитной транспортировочной пленки потом края у поликарбоната то есть где вот он по ширине идет лист краешки должны быть так вот завальцовано это потом мы покажем нашим зрителям тоже чтобы не порезать забыть до избежать и во первых травмы и во первых это более эстетично и правильно то есть на производстве стоит специальный станок который от края завальцовый то есть у хороших производителей это все есть логотипы логотипы обязательно конечно от производителя для чего нужны вот под этими логотипами там где вот эта пленка с логотипами находится защитный ультрафиолетовый слой да да всегда у любого качественного производителя там где логотипы и какая-то контактная информация там всегда находится защитный ультрафиолетовый слой он не имеет никакого цвета или вот какого-то восприятия да 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 его многие думают что вот эта пленка она есть защитная да и и и надо снимать это он как бы химический состав который поверх листа его как бы на глаз не видно да там какие-то доли доли миллиметра до химическом уровне он нанесен и да 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 и леночку то саму надо убрать да и вот этот сам вот этот химический состав защитный слой от ультрафиолетового излучения он как раз таки саму структуру листа защищает поэтому он и долговечный до сказать у кого нет защитной пленки опять же в бюджетной версии все это начинает разрушаться разрушаться совершенно верно он коричневый темно-желтого цвета такого становится его прям видно можно будет даже у ваших соседей может по-моему я где-то видел такой да и еще такой момент что вот расстояние между вот этими самими ребрышками жесткости она тоже не должно быть большим да да то есть они тоже должны быть ну где-то порядка там где-то 5 миллиметров до плюс-минус то есть как бы и такой поликарбонат которого ширина прям да они большие большие да вот эти расстояния то есть и это тоже как бы не есть хорошо ну вот и вот с учетом вот этих всех параметров как бы надо обращать внимание и на ценовую категорию тоже смотреть то есть вроде похожие листы дешевле не значит лучше вот между прочим это не только поликарбоната касается если цена слишком занижена то тут уже надо насторожиться а почему она такая низкая то вот это касается и посадочного материала это касается вот и поликарбоната и самих теплиц если они очень дешевые значит там что-то с металлом не то да какой то же совершенно верно да то есть профиль там поставили тоже люди когда приходят вот а там вот дешевле там на несколько тысяч ну значит там что-то и не так потому что есть стоимость которая закладывает сюда исходя из количества и качества этих материалов сделать то же самое но дешевле невозможно значит что-то там не так так вот еще у меня такой вопрос ширина вот этого листа она всегда одинаковая да то есть ширина любого листа независимо от того какая у него будет толщина 2 10 2 метра 10 сантиметров и вот получается что под эту ширину нужно и подгонять конструкцию теплиц так чтобы вот эти перехлёсты двух листов они приходились на стойке да где-то да потому что вот я видела у одних самодельная тепличка такая стоит и у них вот этот вот стык он приходится между этими двумя стойками и после зимы я там смотрю и его повело погнуло вот этот поликарбонат и получились там щели такие большие да это опять же люди вроде как хотели сделать наверно самостоятельно и вроде по образу и подобию а при отсутствии каких-то знаний и навыков и вот происходят такие вот элементарные ошибки которые потом влекут вот эти вот вот еще вот о чем я вспомнила есть такой миф что поликарбонат чтобы он дольше служил он должен лежать в ровной плоскости то есть вот например вот домиком когда делают вот эти теплицы что якобы вот такая плоская крыша она лучше чем изогнутая это обычное заблуждение опять же здесь не критично то есть как он должен располагаться наоборот я бы даже сказал что на сферической арочной форме задается какая-то наоборот даже больше уже пред напряжение как бы листа и он как бы уже лучше и пружинит лучше да но как бы она не то не хорошо неплохо и то есть как бы нет какого-то параметра критерия по которому да без разницы либо плоская односкатная двухскатной крыши ну я считаю что как будто по нашим изысканием как бы и при том что многие наши конкуренты делают арочные теплицы то есть это вот оптимально а там потому что герметично и герметичность конечно вот эти домики там все равно элементы крыши да это отдельные панели боковушки то отдельные панели да а здесь цел по дуге цельным листом все это закрывается то есть больше герметичности внутри теплицы лучший микроклимат понятно ну что вот наверное все мы вопросы исчерпали с поликарбонатом я думаю да то есть и опять же качественный производитель всегда будет комплектовать свои теплицы качественным поликарбонатом потому что в грязь лицом как говорится никак нельзя если работаешь на рынке вот мы работаем уже очень давно и мы предоставляем нашим потребителям клиентам нашим качественный поликарбонат и убедиться в этом можно у нас на высочной площадке о гарантиях вот производитель дает 10 лет гарантию до производитель самого собственного поликарбоната вот я наблюдаю у нас у соседа лет пять наверное прошло вот этот вот поликарбонат весь потрескался это вот как раз от некачественного это волнение там у него еще какой признак вот как как вы сказали что он грязный коричневый там не пойми как темно-желтый до трещины по нему идут еще один момент дорогие друзья вот мы про эти логотипы поговорили именно под ним находится ультрафиолетовый слой будьте внимательны если сами будете укладывать вот именно этой защитной пленкой который с логотипами нужно наверх класть наружу солнцу пленочку то солнцу да иначе она лохмоть ими потом вся пойдет но вот именно ультрафиолетовый слой должен быть сверху если вы перепутаете то вас он опять же также может разрушиться вот обращайтесь пожалуйста за консультацией если вам что-то непонятно вот компанию который производит эти теплицы волна почему мы все время за консультацией именно к ним идем потому что видим что уже больше десяти лет стоят все на одном же месте претензий по установке никаких нет поэтому люди знают свое дело да приходят и как бы мы владеем информацией за годы работы люди приходят те клиенты которые в прошлые годы приобретали у нас какие-то свои идеи как можно применить что-то в теплице усовершенствовать мы это все берем на вооружение естественно применяем и такой вот контакт получается между нашими потребителями и производством ну что ж спасибо большое я думаю что если у кого-то возникнут вопросы мы вместе их и пришло конечно конечно